СССР Первая половина 80-х годов 20-го века, СССР. Страна все еще живет под идеологическим контролем. Любая информация, способная заставить кого-либо усомниться в правильности идей марксизма-ленинизма, пресекается на корню. Отчисление из учебного заведения, увольнение с рабочего места, исключение из партии. Вот неполный список методов борьбы с диссидентами в СССР. Но именно на этой тоталитарной почве, между тремя городами, Омском, Тюменью и Новосибирском, успешно произрастает новое музыкальное направление – сибирский панк-рок. И в этом выпуске, пожалуй, самый яркий представитель этого жанра – Егор Летов. Вечная весна в одиночной камере Вечная весна в одиночной камере Егор, по паспорту Игорь Федорович Летов, родился в городе Омске. Не секрет, что на формирование творческой личности в довольно большой степени влияет место, где рос и взрослал человек. Что из себя представляет город Омск? Место для его основания с трудом было отбито у племен монгольских народностей. Основан в качестве оборонительного пункта от них же. Сюда отправляли в ссылку заключенных, среди которых оказался и Федор Михайлович Достоевский, который впоследствии четырех лет свои каторги назовет это место мертвым домом и вынесет отсюда свою повесть «Записки из мертвого дома». С 1918 по 1920 год по решению адмирала Толчака Омск назначен столицей Белой России российского государства. Таким образом, к середине 20 века Омск становится городом тружеников и потомков каторжников, в окружении которых вырастет будущий кумир нескольких поколений бунтарей и неформальной молодежи. Детство Егора прошло на грани жизни и смерти. Родился с гидроцефалией, долгое время был вынужден принимать лекарства. Пережил клиническую смерть, по некоторым данным неоднократно. Родители были убеждены, что долго он не проживет. Но вопреки медицинским заключениям Егор не только выжил, но своей жизнью оставил глубокий след в истории отечественной музыки. Вместе со своим старшим братом Сергеем Летовым они учились в среднеобщеобразовательной школе города Омска номер 45. Учитель начальных классов в интервью для одной омской газеты вспоминает Егора как эрудита, тихоню и невероятно увлеченного мальчика. По ее словам, в младших классах он был почти отличником, но потом стало заметно, что ему скучно, и он скатился на тройке, но интеллектуалом оставался всегда. А в школе ты как учился, если не секрет? Сначала хорошо, потом не скучно стало. Я стал гулять и стихи писать. Один из одноклассников Летова-младшего тоже помнит его кротким и спокойным мальчишкой. Ровно до того момента, пока они с классом не посмотрели фильм Тарковского «Сталкер». Почти весь класс написал, что фильм им не понравился, так как, скорее всего, именно это и хотели услышать учителя. Только вот Егор написал, что идея и персонажи фильма близки ему по духу. С тех пор его стали воспринимать как человека, который не боится выражать свое мнение. Несмотря на проблемы со здоровьем, Егор с самого детства пристрастился к футболу. Отец, как и большинство военнослужащих того времени, был преданным болельщикам ЦСКА и своим детям с малых лет привел любовь к спорту и команде армейцев. А вот музыкальные вкусы Егору прививал Сергей Летов. Он уже учился физико-математической школе в городе Новосибирске, а когда приезжал к родителям в Омск, через одного из сотрудников райкома ВЛКСМ покупал пластинки с музыкой, которая в стране была либо запрещена, либо в принципе неизвестна. Первой группой, которая произвела впечатление на младшего брата, стала группа «Дэху» со своей первой в истории рок-оперой «Томми». Через некоторое время Сергей перебирается в Москву, и Егор, окончив 10 класс, следует за ним. Жили они в городском поселении Красково. Егор поступил учиться в строительное ПТУ. Именно в то время он начинает писать первые серьезные стихи и пробует играть на своей первой полуакустической бас-гитаре «Орфей», приобретенную в Ленинграде с помощью небезызвестного Андрея Трапила, человека, внесшего огромный вклад в развитие русского рока. Сергей Летов тем временем осваивает саксофон и увлекается авангардной музыкой. Но ни в одной из столиц Игорь себя не нашел. За злостные прогулы и непосещаемость его отчисляют из ПТУ, а между ним и Сергеем возникают разногласия во взглядах на жизнь и творчество, результатом которых стал отъезд Игора обратно в Омск. Вернулся в свой родной дом с гитарами, комбоусилителем и сумками, набитыми самой разнообразной литературой. Сначала родители с трудом верились с его новыми увлечениями и нежеланием получать образование. А потом оставили его в покое, в его длинной, месяцами не знавшей уборки комнате, из которой на протяжении почти 20 лет будут доноситься звуки грязных рифов, удары по предметам, заменяющим барабаны и, конечно же, неповторимый вокал. Летели качели, летели качели, летели качели без пассажира, без пассажира, без постороннего усилия, сами по себе. Летели качели без пассажира, без постороннего усилия, сами по себе. Поганая, молодlah! Свою первую группу Егор собрал в 1982 году, назвав ее «Посев», по аналогии с названием журнала, который тогда выпускали русские эмигранты и известным своей антисоветской позицией. В состав группы входили Егор Летов, Андрей Босбавенко, Евгений Джон Даблдеев и иногда Олег Ивановский. Группа носила максимально эпатажный характер. Длинные волосы с выбритыми висками, порванные куртки обколотые булавками, разукрашенные лица, провокационное поведение. Конечно же, общество, состоящее из пионеров, членов комсомола, ударников коммунистического труда и ветеранов войны, просто не могло и не собиралось жить в одной стране с такими людьми, которых людьми-то назвать не у каждого язык поворачивался. Поэтому каждый выход участников группы на улицу со стороны общества сопровождался недобрыми взглядами, укорительными фразами, а иногда и рукоприкладством. Но вряд ли музыканты расстраивались по этому поводу, потому что это была сама цель – вызвать максимальную неприязнь, противоречащие чувства, посеять семя сомнения. Однажды на квартире у одного из своих знакомых, во время прослушивания нелегальной музыки, Егор познакомился с очень интересным молодым человеком. Они быстро нашли общий язык, много общались и обменялись телефонами. Вечером того же дня созвонились. Долго читали друг другу свои стихи, и на следующий день он был у него дома. Это был Константин Рябинов, более известный как Кузя Уо. Это был 8 ноября 1984 года. Именно в этот день на свет появится легендарная гражданская оборона. С 1984 года посев существовал параллельно с обороной. В ее состав вошел и Константин Рябинов. За время своего существования группа записала 11 альбомов. Большинство материалов утеряно, так как играли и записывали исключительно для себя. Да и качество записи, по словам Егора, ужаснейшее. Еще ни разу не было! Не беда! Но за прельбу их Бог накажет! Но потом! Все генералы мало скажут! Но в 1989 он все-таки восстановит лучшие, на его взгляд, композиции посева и выпустит сборник с одноименным названием продолжительностью чуть более часа. В пределах Советского Союза песни посева не вписывались ни в какие музыкальные направления. А когда Егору сказали, что на Западе это называется панком, он ответил просто «Ну, значит, будем панками!» В своих текстах он начал экспериментировать уже тогда. Здесь был и протест... И психоделия, например, как песня «Рваные бусы». Это реальный разговор двух женщин, возвращающихся с работы на электричке, подслушанный и записанный Егором еще в Подмосковье. Субтитры создавал DimaTorzok Это название можно объяснить и логически, но оно отражает суть того, чем мы являемся до сих пор. Так позднее Егор отвечал на вопросы о названии группы. Долго обсуждали этот вопрос с Кузьмой, в какой-то момент Летов бросил взгляд на стену, на которой висел плакат с надписью «Гражданская оборона». Приняли единогласно. В первичный состав группы входили Егор Летов, Константин Рябинов и Андрей Бабенко. Подавляющее большинство записей, сделанных в ранний период существования гражданской обороны, никогда не издавались, но их было сделано огромное количество. Первой песней группы «Гражданская оборона» была песня «Зоопарк». Егор тогда подрабатывал художником-оформителем на одном из омских заводов. И место для его работы ему было отведено в так называемом «Красном уголке», где обычно проводили культурно-просветительские собрания. Наблюдая за этими собраниями, он и придумал эти знаменитые строчки. Процесс записи трека тоже довольно интересен и в своем роде уникален. Так как на тот момент их осталось лишь двое, поскольку в начале 85-го Бабенко покинул группу, пришлось решать задачу по умножению себя как музыкантов. Было решено набрать у знакомых необходимое количество магнитофонов, по отдельности на каждой из них записать партию баса, партию ударных и партию ритм-гитары. Потом все это надо было одновременно включить, подогнать друг другу по темпу и петь и играть. Задача не из легких. Таким методом «Гражданская оборона» больше не записала ни одной песни. Это наш химический дом для печальных жителей Земли. Это наш химический дом для печальных жителей Земли. С таким упорством уже в 85-м году группа могла выпустить первые альбомы «Поганая молодежь» и «Оптимизм». Но мать Андрея Бабенко, узнав об увлечениях сына, написала донос на группу в КГБ. Позже Егора пишет этот период словами «И грянул гром». Грянул гром действительно. На допросы вызывали всех, кто хоть каким-то образом был связан с Летовым и Рябиновым. Им угрожали всевозможными способами. Поджидали на остановках и избивали. Забирали на допросы в 9 утра и отпускали к 11 вечера. Человеку, предоставлявшему группе аппаратуру, пригрозили словами «С вашим ребенком может что-нибудь случиться». После чего он пришел к Егору домой и забрал все оборудование. Чем им только не угрожали. И такими статьями, как тунеядство, антисоветская деятельность и даже экстремизм. В частности, подготовка теракта на нефтеперерабатывающем заводе. Сотрудникам КГБ требовалось признание хотя бы по одному из обвинений. Но все как один свою вину отрицали. Доходило до того, что привязывали к стулу и обещали вколоть, как они выражались, правдогонный наркотик, под которым допрашиваемые рассказывают все. В итоге Егор то ли действительно решает покончить жизнь самоубийством, то ли это был стратегический ход, но он отправил всем знакомым письма с текстом «Под давлением майора Мешкова я решил повеситься». Сделать он этого, конечно же, не успел, а может и вовсе не собирался. Но в КГБ об этом узнали быстро, и в тот же вечер возле дома его поджидала черная «Волга», в которую его насильно затолкали и увезли, не предупредив даже родителей. Судьба музыкантов была решена в один день. Костю отправляют служить в армию, а Егора на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Позже вся эта история будет описана в песне «Западло». Егор находился на усиленном обеспечении. Его обкалывали наулептилом и галлоперидолом. Однажды после очень большой дозы препаратов он потерял зрение на 4 часа. И тогда, чтобы окончательно не сойти с ума, он начинает творить. Некоторые будущие песни Егора были основаны на реальных рассказах, реальных людей, которые находились вместе с ним на лечении вот за этими стенами. Притом, они не обязательно были больны. Чаще всего это были люди, которые уклоняются от службы в армии или от тюрьмы. Как в условиях закрытого психиатрического стационара Егору удавалось сохранять на просто своих текстах, до сих пор остается загадкой. Но каждый день его посещал друг Олег Судаков, более известный как Манагер, и каждый день забирал все написанное сзади Егором себе на сохранение. Результатом трехмесячного заточения стала огромная, неугасающая плодотворность, которая сохранилась у музыканта до конца жизни. Егора выписали 7 марта 1986 года. Тогда я понял, что есть некий блок, который можно ставить в сознании, и ничего не страшно. После этого начал писать очень активно и начал сочинять другие песни. Это как бы здесь сравнить у Достоевского периода до того, когда его, когда он на виселице стоял с мешком на голове и с петлей на шее. Когда его помиловали, и другой период, после чего он начал писать братья Карамазова и так далее. Но со мной, собственно говоря, это произошло, поэтому я благодарен. Выйдя из психиатрической лечебницы, он знакомится с омской группой Пик-Клаксон, состоящей из двух братьев, старшего Евгения Эжена Клок-Лищенко и младшего Олега Пик-Бэби-Лищенко. Стоит сказать, что если бы не трагические судьбы, приведшие обоих участников к ранней смерти, то, возможно, на музыкальной карте страны Омск был бы отмечен не только группой гражданской обороны, но и группой Пик-Клаксон. Ведь уже в то время они обрели локальную известность. Братья Лищенко, подружившись с Егором, любезно предоставляют ему оборудование, и он начинает восстанавливать записи, над которыми он работал вместе с Кузьмой. Позже Егор назначается ударником в новообразованном проекте братьев Лищенко под названием «Адольф Гитлер». И за два дня они сочинили и записали альбом «Лечебница». После этого Егор в качестве басиста и бэк-вокалиста участвует в записи еще двух альбомов уже для Пик-Клаксон, «Лечебница для душевно-здоровых» и «С Новым Годом». А потом наступает 1987 год. Соседям Новосибирске неожиданно для всех местные власти одобрили проведение первого в городе фестиваля рок-музыки с 10 по 13 апреля в ДК имени Чекалова. Тройка Егор Летов, Олег и Евгений Лищенко выезжают туда в качестве зрителей. Оргкомитет фестиваля запретил выступление группы «Аукцион» и «Звуки му». Таким образом, в программе мероприятия образовалось окно. Вот тут-то организаторам и подвернулись под руку Летов и Лищенко. Начальству они были представлены как молодая омская команда гражданской обороны, прибывшая на замену. Все, что от них требовалось для того, чтобы выйти на сцену, это предоставить тексты своих песен для проверки. Они переписывали их на коленках за кулисами, преднамеренно неразборчивым почерком, старательно сглаживая острые углы, которых, конечно же, было много. Тем более, это организаторам они представились как гражданская оборона. А на самом деле к выступлению готовилась группа Адольф Гитлер. Группа вышла на сцену в последний день фестиваля, 13 апреля. Вышла ухмыляясь. Летов сел за ударную установку. Эжен на басу, бэб с гитарой. В первых рядах сидели приглашенные официальные лица города. Через несколько минут они были уверены, что перед ними настоящие фашисты, потому что в первой песне они слышат неоднократно повторяющиеся строчки. Еще через две. Затем четыре своих песни исполняет Егор. Тоталитаризм, бесполезен, зоопарк и страна дураков. В конце последней он кричит в зал. К этому моменту группа успела отыграть 28 минут. И то ли организаторы опомнились, то ли терпение уже кончилось, но после этой фразы их останавливает звукорежиссер. После концерта славу о гражданской обороне разносят по всей стране. Не безосновательно потом в узких кругах будет ходить фраза. В СССР панк-рок существовал 20 минут, пока в Новосибирске выступала гражданская оборона. Все остальное это уже постпанк. Воодушевленный Летов возвращается в Омск и в одиночку за один месяц записывает пять альбомов. Мышеловка, некрофилия, тоталитаризм, хорошо и красный альбом. Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название гражданской обороны хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона... 87-й год примечателен не только первым выступлением, потому что именно после этого концерта Егор знакомится с человеком, который в дальнейшем будет делить с ним первую строчку в списке важнейших представителей сибирского андеграунда. Сейчас сложно представить, но тогда, в конце 80-х, пожить у незнакомого человека, предварительно договорившись об этом через третье лицо, было нормой. У сибирских музыкантов местом таких встреч была квартира братьев Лищенко, которая находится по проспекту Мира. Они собирались в одной из квартир этого дома. Здесь кто только не бывал в свое время. И Летов, и Лукич, и Селиванов. Сюда же Егор подселит сразу приехавшего после фестиваля Янку. У нее некоторое время с Евгением будет роман. Пока опять же Летов не подселит сюда Юлию Шерстобитову из группы некие стеклянные пуговицы с ее подругой Леной. Последняя сместит Янку, впоследствии став женой Евгения. А Янка уйдет к Егору. То, что было между Летовым и Дягилевой, сложно назвать романом в том обывательском смысле, в котором его понимают многие из нас. Даже начало их отношений напоминает небольшой мистический рассказ или легенду. В то время Евгений Лищенко начинает употреблять наркотики. И во время очередных посиделок довел себя до передозировки. Все присутствующие очень испугались. Он посинел, его выкручивало. В какой-то момент подумали, что он умер. Но Егор с Яной его откачали. А потом отправились за медикаментами. Пока они шли, Янка заметила на своей ноге. И ноге Егора по неизвестно откуда взявшейся капли крови. Причем в одном и том же месте. И одинаковых размеров. Егор над этим случаем посмеивался. А вот Янку это очень впечатлило. С тех пор у них все и началось. Егор в одном из своих интервью сказал. Романтическими наши отношения не были. Какое-то время мы были как бы мужем и женой. Но при этом жили очень свободной жизнью. Через некоторое время пожить очень свободной жизнью им пришлось в самом прямом смысле. Егор каждый месяц должен был отмечаться в психоневрологическом диспансере. Он приходил, отвечал на несколько формальных вопросов. Ему ставили галочку. И он уходил. На один из таких приемов он пришел вместе с Яной. Пока он был в кабинете врача, она ждала его на первом этаже. Видимо информация о нашумевшем новосибирском выступлении дошла и до определенных людей в Омске. Егор обратил внимание, что в этот раз врач ведет себя как-то необычно. Задает больше вопросов, постоянно тянется рукой под стол. Скорее всего нажимал тревожную кнопку. А потом и вовсе попросил подождать в кабинете и вышел. Инстинкт зверя, загнанного в клетку, как потом описывал этот случай сам Летов, его не подвел. Он пулей вылетел в коридор к Янке, а врач вернулся уже с санитарами. Егор сказал ей, чтобы она уезжала из города, а он так просто им не сдастся, будет отбиваться до последнего. Но Янка, назвав его дураком, потащила к выходу. С этого момента Летов снова в розыске и у них с Яной начинается жизнь скитальцев. Я-то знаешь, я не знаю, нас на автобусе привезли с вокзала-то. Да. Есть, Женька. Вас много народу? Двое? Ну вот сейчас Женька вам расскажет. Я все на Женьку спираю. Янка. Киев после Сибири оказался чуть ли не раем на земле. Например, чтобы пожарить для них яичницу, Олег бросил на сковороду кусок сливочного масла, на что получил от сибиряков удивленные взгляды и фразу «У тебя что, маргарина нет? Ты вообще в курсе, что сейчас нашу двухнедельную порцию на сковороду бросил?» В итоге к вечеру в доме появился маргарин, потому что на сливочном они ничего есть не могли, а подсолнечное так вообще для них оказалось роскошью. А когда они в первый раз вышли в город, то первая попавшаяся яблоня была полностью обобрана, и яблоки съедены еще зелеными. Также их поразила обилие и доступность алкоголя, потому что в этих регионах сухой закон, видимо, уже дал слабину. Киев стал для них местом сытости и относительного спокойствия. Не мог усидеть на месте только один лето. За две недели он успел посетить места, о которых коренные жители и не догадывались, приобрести и прочитать десяток книг и прослушать столько же музыкальных альбомов, постоянно подгонял друзей с криком «Давайте быстрее, здесь ведь так классно!» Здравствуйте! Здравствуйте! Здорово! Здорово! А мы пойдем с тобою погуляем по трамвайным рельсам, посидим на трубах и начало коцелой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым в трубозаводах, путеводную звездую вводит желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за две секунды зарываться в землю, чтобы остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины, увозя с собой тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться. В августе 1987 года в Симферополе состоялся крупный рок-фестиваль, на котором выступали Цой, Шевчук, Ламонов и другие музыканты. Егор и Янка не выступали, но присутствовали. Там они познакомились с Романом Неумоевым из группы «Инструкция по выживанию». После окончания фестиваля он пригласил их к себе в Тюмень, куда они с удовольствием и отправились. Там Егор знакомится со всей тюменской рок-тусовкой, и они договариваются вместе что-нибудь записать. После Тюмени они уезжают в Москву и некоторое время живут у брата Егора Сергея. Оттуда в Ленинград, где познакомятся с Сергеем Фирсовым, заведующим фонотекой Ленинградского рок-клуба и первым продюсером Александра Башлачева, а также организатором концертов и квартирников многих рок-музыкантов того времени. К слову, Башлачева Янка буквально боготворила, и когда они сидели с летовым у Фирсова дома, он как раз позвонил им с приглашением на его квартирник. Потом трубку взяла Янка, но Александр не проявил к ней интереса, и она приняла это нежелание общаться на свой личный счет, что ее очень расстроило. На концерте Сашбаш играл мало и неэнергично, спел несколько песен и оборвал выступление, а на просьбу одной девушки сыграть что-нибудь еще дерзко ответил, а ты станцуешь? Летов тогда видел Башлачева первый и последний раз и очень огорчился, ведь, наслушавшись Янкиных рассказов о нем, ожидал большего. Конечно, тогда они не могли знать, что Сашбаш на тот момент находился в глубочайшей депрессии, но этот квартирник станет переломным моментом в творчестве Янки, ведь именно после него, всего за несколько часов она напишет 8 своих самых известных песен, вошедших в альбомы деклассированным элементом и не положено, а также стихотворение «Засыпаем с чистыми лицами» с комментарием «Это я обиделась на Башлачева». Подходит к концу 87-й год, разгар перестройки. В газетах пишут то, за что еще пару лет назад можно было уехать далеко и надолго. Обстановка в стране меняется, диссиденты представляют все меньше интерес для властей. Егору звонит мама и сообщает, что розыск с него снят. Он возвращается домой, по пути заехав в Тюмень, где вместе с несколькими местными группами, в том числе инструкцией по выживанию, они записывают совместный альбом, который Егор сведет в Омске и назовет его «Карма Ильича», а проект – инструкция по обороне. Пик популярности группы приходится на период с 88-го по 90-й год. Их больше никто не запрещает. Залы, в которых проходят концерты обороны, не вмещают в себя всех желающих. Фанаты, буквально выбивая двери с ноги, врываются туда без билета. Видя все это, перед каждым концертом Егор заявляет, что этот – последний. Но ситуацию исправить не удается. Единственным оплотом, который берег Егора от собственной популярности, был город Омск. С этим связан и тот факт, что гражданская оборона не дала в Омске ни одного концерта. И категорическое табу Егора – куда-либо переезжать, особенно в такие города, как Петербург и Москва. Он говорил, что в крупных городах он чувствует себя, как зверь, загнанный в клетку, как гроб на колесиках. А общался он исключительно с самыми близкими ему людьми и не желал впускать в свой круг никого из посторонних. Именно поэтому о личной жизни Егора известно очень мало. Но в остальных регионах и европейской части страны популярность гроба продолжает набирать обороты, что окончательно расстраивает приверженцев андеграунда и заставляет их искать новые пути творческой самореализации. Так, в январе 1988-го Егор Летов, Олег Судаков и вернувшийся из армии Константин Рябинов организуют новый музыкальный проект «Коммунизм». Летов и Манагер решили, что абсурдность реальности лучше всего выражать с помощью самой реальности. И на одном из концертов исполнили акапеллу советской народной песни «Радостно на душе». В своем, конечно же, стиле. После этого они записали ее в студийном варианте. Так и появился на свет «Коммунизм», первый альбом которого состоит из стихов и песен поэтов хрущевского периода. Музыканты даже взяли себе новые соответствующие псевдонимы. Летов стал Никитой Сергеевичем, Манагер – Леонидом Ильичом, а Кузя – Константином Устинычем. Коммунизм стал для музыкантов своеобразной творческой отдушиной, в которой они позволяли себе экспериментировать со звуком, текстом и формой. Своих концертов у проекта не было. Лишь иногда на концертах гражданской обороны исполнялись отдельные композиции. «Коммунизм» просуществовал до 1990 года и насчитывает в себе 14 студийных альбомов, лучшими из которых считаются «Игра в самолетики под кроватью» и «Хроника пикирующего бомбардировщика». Но в 2010-м Олег Судаков и Константин Рябинов возродили проект, в рамках которого по сей день гастролируют по стране и исполняют песни коммунизма, «Гражданской обороны», «Пик Клаксон», «Инструкции по выживанию», «Янке Дягилевой» и других сибирских музыкантов. Редактор субтитров А.Семкин После распада коммунизма Егор собирает новый проект и в целях невозможности упоминания его в СМИ присваивает ему название с нецензурным оттенком. Этот период характерен смещением стиля к психоделическому року, который обусловлен тем, что Егор увлекается практиками по расширению сознания, прогулками по алтайским лесам и употреблением психоактивных веществ. Для меня, тем более, наркотики – это для меня, как бы, ну, скажем, определенный метод, что ли. Даже не метод, а… Творческий? Средство, да. Средство для достижения определенных творческих, скажем, состояний. Вот и все. У вас много написано песен по наркотикам? Много. В основном стихов. Его соратниками по новому проекту стали Кузя Уо, Игорь Жевтун, Александр Рожков и Анна Волкова. Они записали всего два альбома «Прыкскок» и «Детские песенки» и «Сто лет одиночества». Но сейчас это одни из наиболее важных альбомов творчества Егора и русского рока в целом, которые подарили нам такие, если можно здесь употребить это слово, хиты, как… Игорь Жевтун, Александр Рожков и Анна Волкова. Игорь Жевтун, Александр Рожков и Анна Волкова. «Потряд не заметил» Потери бойца Глушевый мешутко Шёл по лесу, шишки собирал Сразу терял Всё, что находил Превращался в дуло, чтобы кто-то там Понял, чтобы кто-то там глянул, чтобы кто-то там вздрогнул. Под столетними сугробами библейских анекдотов, Похотливых, православных и прожорливых катуликов, Покинутых окупов и горящих муравейников, Весна, весна в одиночной камере. Весна, весна в одиночной камере. В 2015 году архивариус омского рока Сергей Синицын Кинул птич среди омских музыкантов о записи трибюта песен гражданской обороны. Венцом к вареньям стал вот такой вот диск группы Омска Егору Летоу. Много интересных омских коллективов поучаствовало в записи этого диска, В том числе и наш бэнк «Мишень-29». Если кому будет интересно, ссылочка будет в описании на заказ этого красочного издания. С конца 90-го по конец 93-го не было дано ни одного концерта. Зато в это время Егор находит себе новое увлечение, Которое, по мнению многих слушателей, запятнало его биографию И заставило отвернуться от него многих поклонников. В июле 91-го к власти приходит Борис Ельцин. Республики одна за одной объявляют о своей независимости. СССР на грани краха. Егор начинает ходить на митинги, выступать за сохранение целостности Советского Союза, Призывать к революции и свержению новой власти. Заводит себе новых друзей, таких как Дугин и Лимонов. Вступает в национал-большевистскую партию. А в конце 93-го вновь собирает группу для тура по России В рамках рок-движения «Русский прорыв», организатором которого он и являлся. Дальше Эдуард Мениневич Лимонов. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенно исследуют все, так все знают. Дальше Егор Летов. Лидер, политический руководитель движения «Русский прорыв» национального, русского национального движения. И лидер группы гражданской обороны. Я, Александр Дугин, главный редактор журнала «Элементы». Самый громкий скандал того времени произошел, когда Летов в прямом эфире программы «А» призывал к вооруженному восстанию. Мы сделаем новую революцию, несомненно сделан, которая удастся, которая впервые может быть в исторической практике, чего не было никогда, объединяться и националисты, и радикальные коммунисты, именно радикальные. Егор, ну я надеюсь, что все-таки вы устроите революцию в творчестве и в том, что вы делаете на сцене, но не на улицах, не на баррикадах. А во время исполнения кавер-версии «И Ленин такой молодой» оператор и вовсе поднял камеру и показал всей стране флаг НБП. Известно, что во время концерта на канал несколько раз звонили из администрации президента, а после в течение нескольких дней звонили зрители и спрашивали, когда можно приходить за оружием. Этот концерт, кстати, недавно показывали РЕН-ТВ, назвав его легендарным, но флаг НБП и речи Егора, конечно же, вырезали. И все, что с него можно устроить, и бери такой молодой, и бери хотя бы в мире. И бери такой молодой, и бери хотя бы в мире. Намерение Егора в защите идеологии, против которой он так яростно воевал, до конца неясны. Но большинство вопросов отпадает, если вспомнить его слова еще и с 1987-го, обозначившие его позицию раз и навсегда. Отчасти все его увлечения в 90-х были и ошибкой, допущенной из-за наивной веры в чистые и светлые идеи политической игры. Позже он и сам будет жаловаться брату Сергею на то, что лидеры разнообразных движений использовали Егора в своих рядах как известную личность для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей, особенно молодежи. Егор Летов закончился своей политической практикой в 1997-м году и в дальнейшем отрекся от всех политических убеждений. Гражданскую оборону я услышал в начале 90-х и сразу как-то проникся творчеством Егора Летова. Мне очень понравились тексты, смысловая нагрузка, кейсинг, ну и вообще сам по себе драйв этого сибирского банка. Немного позже я услышал архом «100 лет одиночества», который считаю, что, наверное, на данный момент одним из лучших архомов Егора. Егора я лично не знал, но хорошо общался с гитаристом в пузе «Гражданской обороны» Евгением Геновым. Мы вместе учились в одном пузе. Я тогда только поступил в 1993 году, а он уже учился на последнем пузе. С 1994 года Женя присоединился к гражданской обороне. И иногда мы с ним прогуливались от остановки Родиновича до торгового центра. Мы просто так по приятельности шли, болтали. Кстати, в этом году на переходе торгового центра в то время находился таксофон, по которому Женя созванился с Егором и договаривался о репетиции. Я всегда Егору передавал привет. С началом нового тысячелетия в стране начинает процветать шоу-бизнес. У артистов появляются пиар-менеджеры, продюсеры, контракты с лучшими звукозаписывающими студиями. Им снимают дорогие клипы, а западная система раскрутки позволяет зарабатывать на этом целые состояния. ПЕСНЯ А где-то в далеком Омске, в старой хрущевке по улице Петра Сменина 5, в комнате, которую принято называть Гроб Рекордс, в окружении книг, музыкальных пластинок, звуковой аппаратуры, кактусов и котов, живет скромный на вид человек с длинными волосами и в очень больших очках. Это все тот же Егор Летов, который молчит вот уже 7 лет. Он уже не выпускает по 5 альбомов в месяц, да еще и в нескольких вариантах. Больше не мечется по сцене в круглых очках и разорванной куртке с надписью «Хой» на спине. Его гитаристы больше не исполняют своих партий лежа на сцене или шатаясь из угла в угол, словно в бреду. Но в 2004 году группа вновь дает о себе знать. И не без поводов. 20 лет гражданской обороне, 40 лет исполняется Летову, выходят два новых альбома «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация», а следовательно и новый концертный тур по России. Здесь летовская лирика окончательно приобрела статус метафизической, да и многие строчки были написаны им в отделении реанимации под капельницей. У группы вновь обновляется состав. Не зря, наверное, говорят, что группа «Гражданская оборона» – это Егор Летов плюс кто угодно. Отныне Егор Летов – вокал, гитара, Александр Чесноков – гитара, бэк-вокал, Наталья Чумакова – бас, Павел Перетолчин – ударные. Это последний состав «Гражданской обороны». Спустя три года в 2007-м выходит альбом «Зачем сняться сны», неоднократно названный музыкальными критиками и журналистами самым светлым альбомом ГО. Так и есть. Записан он более чисто, без былого гранжа. В нем совсем нет агрессии и мата, которые в предыдущих альбомах подбирались с такой тщательностью и точностью. Есть стихотворение, прочтенное Натальей Чумаковой восторженным детским голосом. А в плане текста Летов перешел на максимальный уровень макровосприятия реальности, а бытовые и житейские вещи как будто специально здесь подаются с иронией. Альбом представляет собой нечто вроде какого-то растения такого, типа дерева или чего-то еще такого. Каждый из каких-то лепестков, листьев, цветов и так далее, веточек, представляет собой максимальное, экстремальное, положительное состояние сознания. То есть ради определенного праздника, ради праздника с большой буквы, праздника какого-то такого экстремального, экзистенциального, мистического праздника. Потому что если праздника нет, то эта жизнь нахуй не нужна. Сейчас с уверенностью можно сказать, что середина нулевых по сравнению с советским периодом для обороны была хороша тем, что современное звуковое оборудование позволяло давать концерты с относительно хорошим звуком и благоприятными условиями для выступления. Чтобы убедиться в этом, рекомендую посмотреть московские концерты в ДК Горбунова, в клубе Б1 и электрический концерт в Апельсине. Ссылки оставлю в описании. Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг. 9 февраля оборона отыграла довольно хороший концерт в Екатеринбурге. 24 числа Егор Летов должен был дать акустический концерт в Санкт-Петербурге. Но культурной столице, как и многим другим городам России, больше не суждено услышать голос Летова. 19 февраля 2008 года в 16.00 по омскому времени сердце музыканта остановилось. Санкт-Петербург Сам Егор хотел, чтобы его похороны прошли без лишнего шума и огласки. Но, конечно же, это было просто невозможно. Практически сразу во всевозможных СМИ стали появляться первые новости о смерти лидера группы. Сегодня стало известно о смерти Егора Летова, лидера панк-рок группы «Гражданская оборона». Сегодня в Омске умер человек, которого называли последним панком, жившим вне системы. Лидеру гражданской обороны Егору Летову было 43. Ушел из жизни один из основателей российского панк-рока, лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Ушел тихо, во сне. Проститься с музыкантом пришли коллеги по цеху, друзья и поквы. Что стало известно о смерти лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Как сообщили его друзья, у певца были проблемы с сердцем. Фанаты русского панк-рока собирались в тысячный раз спеть «Все идет по плану». Но смерть легендарного солиста Егора Летова в 43 года оказалась очень даже внеплановой. На похоронах Егора собралось около 500 человек. Несмотря на удаленность Омска, с музыкантом приезжали проститься из разных уголков страны. Похоронили Егора 21 февраля на старовосточном кладбище города Омска. Егору Летову удалось сделать практически невозможное. Приобрести огромную популярность и в то же время остаться в глубоком андеграунде. Он жил бурно и громко, а ушел тихо и спокойно под собственный концерт, который прилег пересмотреть. Всю свою сознательную жизнь Егор провел в окопах на духовной войне, в которой не может быть ни победителя, ни проигравшего. В своей последней песне он, будто готовясь к своему уходу, предупреждает об этом будущих новобранцев. И одновременно очень точно подводит итог своей жизни следующими строками. Что бы я ни сеял, о чем бы я ни пел, во что бы я ни верил, чего б я ни хотел, куда бы я ни падал, с кем б ни воевал, никто не проиграл. Никто не проиграл, никто не проиграл. Никто не проиграл, никто не проиграл. Известно, настоящих поэтов начинают осмыслять после смерти. И Егор Летов не исключение. 24 февраля, через пять дней после смерти Летова, в Московском Олимпийском проходила премия в области рок-н-ролла «Чартова дюжина», на которой оркестр Константина Кримеца сыграл «Всё идёт по плану». После чего зрители в память Егору встали со своих мест и проводили его в последний путь долгими аплодисментами. Там же премию в номинации «Легенда» Егор получил посмертно. Мне было большая честь вручить премию в номинации «Легенда». Время расставило всё по своим местам. Этот человек доказал своей жизнью, что можно и как можно быть независимым. И поэтому песни Егора Летова будут жить всегда. Исследование под названием «Русский рок бессмысленный и беспощадный», которое определяло уникальность поэзии русских рок-музыкантов, поместило Егора на почётное второе место после Дмитрия Ревякина. В Омском кинотеатре «Слава» на местной аллее звёзд вторым обладателем памятной звезды стал Егор Летов. В 2014 году Наталья Чумакова и Анна Цирлина сняли документальный фильм «Здорово и вечно» о раннем этапе творчества гражданской обороны. Я уже говорил, что продуктивность Егора не знала границ. Так вот, чтобы хотя бы примерно представить, насколько, добавлю, что Наталья до сих пор занимается восстановлением архивных записей и черновиков Егора. Она уже выпустила три тома его интервью и одну книгу стихов. А совсем недавно Наталья порадовала нас ещё одним фильмом-концертом с того самого последнего выступления обороны в Екатеринбурге. Зимой 2016 года в Омске в зимнем городке Беловодье была представлена фигура Егора Летова, вырезанная изо льда. 19 февраля 2018 года в Омской филармонии к десятилетию со дня смерти Егора прошёл концерт его памяти. Музыка Летова прозвучала в исполнении Омского академического симфонического оркестра под руководством Дмитрия Васильева. Советую посмотреть, послушать, ссылку оставлю в описании. В тот же день телеканал РЕН-ТВ показал концерт гражданской обороны 1994 года, окрестив его легендарным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok